Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Благословен Господь. Аминь. Приложение второе. Дадим общую схему апокалипсиса, способствующую цельному восприятию всех видений святого Иоанна Богослова, изложенной в его книге. Кроме того, это будет и определенным ключом для толкования различных видений и образов апокалипсиса. Деления и схем апокалипсиса существует очень много. Наша схема образовалась из попытки встать как бы на место Иоанна, и на основании написанного воспроизвести зрительно все ему показанное. И вообще, было бы очень интересно воспроизвести апокалипсис зрительно звуковыми средствами. В таком случае, перед нами проходят таинственные и причудливые картины, несколько похожие на то, что иногда бывают сновидения. Одна картина незаметно сменяется другой, потом снова появляются. Временами картина меняется, что-то в ней добавляется, а что-то исчезает. Потом вдруг некоторые картины совмещаются и смешиваются, или наоборот, какая-то часть картины выступает вперед и как бы развертывается перед нами в своих подробностях. Введение апокалипсиса можно представить таким образом. Первая картина. Явление Христа как Сына Человеческого в царско-священническом виде посреди семи светильников. Он зачитывает семь посланий семи церквам, светильникам, главы первой по третьей. Эта картина очень четкая, является сразу вся и не видоизменяется. После зачтения послание исчезает и больше вообще не появляется. Вторая картина. Основная картина апокалипсиса. Она и самая сложная. Состоит собственно из трех картин А, Б, В. Сначала появляется картина А, потом постепенно картина Б. И эти две картины сливаются в одну. Параллельно этим картинам показывается картина В, которая как бы присоединена к тем двум картинам. Картины А и Б постепенно все дополняются и дополняются новыми штрихами. Картина А. Престол на небе, на нем сидящий, посреди престола Агнец Христос. И перед престолом семь огненных светильников, семь Духов Божиих. Вокруг престола четыре животных и двадцать четыре старца. И все это посреди различных ангельских сонмов. Картина Б. Небесный жертвенник и храм. Картина В. Земля, зверь на ней. Собственно, три зверя. Сатана, Антихрист и Лжепророк. Великая блудница Вавилон. Перед нами такая динамика этих картин. Главы с четвертую по пятую. Постепенно становление картины А. Глава шесть. Спуск из картины А в картину В. Которая сама еще почти совсем не нарисована. И будет заполняться тоже постепенно. Глава седьмая. Восхождение из картины В в А. Глава пятая. Девятый стих. Восьмая. С первого по шестой. Начало появления картины В. Появляться жертвенник перед престолом. Далее. Глава восьмая. Седьмого по десятый и одиннадцатый стих. Спуск из картины В в картину В. Как выше в главе шестой. Через открытие печати на небе. В А. Показываются картины на земле. В В. Так и здесь. Через трубы ангелов. В В. Показываются картины на земле. В В. С главы с одиннадцатой первого стиха мы видим не только жертвенник, но храм, правда, храм земной, являющийся только подобием небесного, который открывается в свою очередь в главе 11-19 стих. Этим картина В практически завершается. И далее идет уже все более тесное еще ее слияние с картиной А. Хотя из самого начала жертвенник был уже пред престолом. В главе 15-й пятый стих мы видим картины А и В. Уже полностью смешанными. Постепенно все более заполняется и картина В. Появляются две маслины. Один зверь. Вавилон. В главе 16-й мы видим опять спуск. Теперь уже из объединившейся картины А и В в картину В. Излияние семи чашей гнева. Седьмая чаша показывает еще более отчетливо в главе 17-й. Вавилон блудницы. На протяжении глав 4-го с 1-го по 19-й стих в этих трех картинах, которые представляют собой собственно говоря одну, происходит много самых различных событий. В картинах этих много персонажей. Престол, сидящий на нем ангнец, семь духов, четыре животных, 24 старца, семь ангелов, множество ангелов, отдельные ангелы, искупленные, то в виде разных множеств, то в виде 144 запечатленных, то в виде жены. На земле три зверя. Сатана, Антихрист, Лжепророк. Вавилон блудница. Жена церковь. Мы видим небесный жертвенник и храм, а также земной Иерусалим. Чуткое представление этих картин очень помогает притолкованию. Так, видя эту картину, а ведь ее реально так и видел Иоанн, и видя на ней Христа Ангца, мы уже никак не будем под каким-нибудь другим образом, например, ангелом, понимать, что это Христос. Картина цельна и связана, и мы начинаем ее понимать. А иначе очень трудно определить, кто, например, подразумевается подчередным ангелом или зверем. И прочее. Хотя, как уже отмечалось, определенные части картины походу причудливо трансформируются и перестают подобно тому, как бывает сновидение. Перерастают подобно тому, как бывает сновидение. Третья картина. Жатва Христос. Сын человеческий на облаке. Глава 14, с 14 по 20 стих. В эту картину несколько вмешана картина Б, картина Храма. Все картины с первой по седьмую, всего будет 7 картин, сменяют последовательно одна другую. Только эта третья картина выпадает несколько из общего хода и показывается, как вставка в процессе развертывания второй основной картины. Картина четвертая. Небесный всадник Христос совершает суд над землей и двумя зверями, антихристом и лжепророком. Так в эту картину примешано несколько картин В. 19 глава, с 11 по 21 стих. Пятая картина. Тысячелетнее царство. Христос, ангел. Тоже примешана картина В. Ибо показаны три зверя. 20 глава, с 1 по 10. Шестая картина. Белый престол суда. Глава 20, с 11 по 15 стих. Седьмая картина. Новое небо, новая земля, Новый Иерусалим. 21 глава, 1 стих. И 22 глава, 5 стих. Христос, ангнец. Шестая и седьмая картины перекликаются с картиной А. Ибо видим престол, сидящего на нем. Одного из семи ангелов. Важна мысль та, что в каждой из этих картин Христос явлен в каком-то определенном образе и в нем пребывает. Апокалипсис дает нам четыре образа Христа, совпадающие по смыслу с его четырьмя образами, которые дают четыре евангелиста. Сраним Иезекииль, 1 глава и Откровение, 4 глава, 7 стих. Сын, 1. Сын человеческий, 1 и 3 картины. 2. Ангнец, 2 и 7 картины. 3. Всадник, 4 картина. 4. Ангел, 5 картина. Это соответствует обликам первого человека, второго тельца, третьего льва, четвертого орла. Так в этих картинах было все явлено апостолу Яну. Если картины А, Б и В считать раздельными, то тогда все насчитывается 9 картин. Если наоборот шестую и седьмую картину слить с картиной А, то тогда всего 5 картин. Если все картины со второй по седьмой считать одной, то всего 2 картины. Но наиболее четко представлять себе надо именно 7, хотя и не совсем раздельных картин. При таком четком представлении становится довольно легким отождествление образов с тем, что они собой выражают. Можно еще указать и на такое деление. Сначала 7 посланий, а потом 3 семерки. Промысла и судов божьих над людьми. 7 печатей. Седьмая печать развертывается на 7 труб. Седьмая труба развертывается на 7 чаш. Откровение 7 глава 9 стих. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом, и перед ангцем в белых одеждах, и с пальмами ветвями в руках своих. Толкование. Перед вскрытием седьмой печати Иоанну показывается еще одно видение искупленных. После всего означает не то, что эти в белых одеждах будут после тех 144 запечатленных, а то, что после того, как он, Иоанн, видел 144 тысячи запечатленных, он видит теперь новое явление. Так неверно понятие свидетелей Иоговы, что после вознесения 144 тысячи бывшего якобы в 1914 году будут теперь спасаться еще остальные. Так продолжает дорисовываться картина престола Иоанн с окружающими двадцать четырьмя старцами и четырьмя животными. Теперь перед престолом Иоанну открывается великое и невообразимое множество искупленных чад Божьих и всех народов. Престол и Агнец являются нам часто вместе и нераздельно. Это указывает на единство и равночастность отца и сына. Это великое множество Иоанн видит в белых одеждах. Дальше мы видим, что это прошедшие через страдания, о которых Исаия говорил, что они получили вместо унылого духа славную одежду. Исаия 61 глава 3 стих. Это взывавшие, как царь Давид, «Окропи меня из сопом, и буду чист, омуй меня, и буду белее снега». Псалом 50, 9 стих. Это последующие словам Господа. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1 глава 16 по 18 стих. Это в крещении, получившие новые и белые ризы спасения. Исаия 61 глава 10 стих. «И сохранившие их чистоте, и непорочность через всю жизнь, и все страдания. Они и на небе облекаются в белой одежде, как это неоднократно открывает апокалипсис». Пальмой в ветви – знак победы и даются победителям. Вот и древняя победительница Ханананского царя Иовина, пророчица Девора, жила под пальмой Девориную, и приходили к ней туда сыны Израилева на суд». Книга Судя 4 глава 5 стих. «Когда город Иерусалим встречал своего царя Христа, то взяли пальмой ветви, вышли навстречу ему и восклицали «Ассанна, благоценный грядущий во имя Господне, царь Израилев». Евангелие от Иоанна 12 глава 13 стих. «Так и здесь видим победивших в страданиях, убеленных кровью ангца, с пальмовыми ветвями в руках своих. Воистину, праведник цветет, как пальма». Псалом 91, 13 стих. И не только в веке этом, но и в веке будущем. Откровение 7 глава 10 стих. «И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и ангцу». Толкование. «Гонимые на земле восклицают на небе». Как понимать выражение «спасение Богу нашему»? О каком спасении Богу может быть речь? Говорил Христос. «Огонь пришел неизвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Луки 12 глава 49, 50 стих. «Мысль о своей жертвенной смерти и жажда спасения людей бесконечно томила Христа. Он жаждал испечь сию чашу». Ивангелие от Иоанна 19 глава 28 стих. «Погрузиться, креститься в сей воды бесконечных страданий, дабы ими потом очистить и омыть мир, спасти его. Томится Христос, видя страдания людей, видя грех мира. И как мы иногда говорим о праведном человеке, нет ему спасения от его зложелателей и несправедливости. Так и Бог томится. Когда же, наконец, будут исторгнут грех и исчезнут страдания? Но вот кончается история мира. Дьявол, грех и последователи его исторгаются. Уничтожается беззаконие. Наступило спасение Богу от его древнего врага, клеветника праведных. Откровение 12 глава 10 стих. «Не дававшего никому покоя. Наше спасение Бог воспринимает как свое. Праведник даже более мучится, видя грех своих родных и близких, чем когда сам претерпевает какие-нибудь страдания. И поконяне их воспринимает как будто свое спасение. Потому и восклицает искупленное. Спасение Богу нашему и Иоаннцу. Ему спасение от наших грехов и страданий, которые томили его». Откровение 7 глава 11-12 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола, единая церковь людей и ангелов. В Откровении 5 глава 12 стих. И начав речь, один из старцев спросил меня. Сие обличены в белой одежде, кто и откуда пришли?» Толкование. «Кто это, блестащая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами? Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Песня песней 6 глава 10 стих и 8 глава 5 стих. «Хотя со стороны Иоанна и не было еще вопроса, но уже отвечает один из старцев, провидя, что Иоанн затаил этот вопрос себе. Но не сразу отвечает старец, а задает Иоанну его же вопрос, тем возбуждая его к исследованию виденного. Но Иоанн благоразумно предпочитает не сам отвечать на этот вопрос, а выслушать старца». Откровение 7 глава 14 стих. «Я сказал ему, «Ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью ангца». Толкование. «Я сказал ему, «Ты знаешь, господин, ты знаешь, это много лучше меня, ты и ответь». Интересное обращение, господин. Не божеское оказывание почтения, не оказывает почтение, а подобающее этому небесному старцу. Так мы видим, что вполне прилично и подобает обращение к человеку господин. В церкви так принято обращаться к епископу, например, в многолетии, великого господина и отца нашего, святейшего патриарха Московского и всей Руси, и господина нашего преосвященнейшего епископа, или пение на архиерейском служении. «И спала эти деспота, на многие лета господин». Сектанты отвергают подобное обращение к пастырям, обвиняя православных в оказании божеской почести людям. Но не божескую почесть оказывает церковь своим пастырям, а ту, которую им дал Христос. Господь молился и говорил своему отцу, «Славу, которую ты дал мне, я дам им». Иван Глиотьяна, 17 глава, 22 стих. «И соответственно чести, которую Христос дал пастырям, обращаемся мы к ним. Мир устроен Богом иерархично, и в нем существует ченноначалье». Здесь предстоят престолы Ангца, испытавшие и прошедшие великие скорби на земле. Это святые мученики Христов. Под великой скорбью можно разуметь великие страдания во все времена, которые претерпевали христиане. Но преимущественно это великая скорбь времен Антихриста, которая будет длиться 3,5 года. Но что же привело эти множества к престолу Божию? Что убелило их одежды? Даже не то, что они прошли через великую скорбь, а то, что они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Ангца. Не их собственные страдания, а кровь Ангца омыла их. Никто не спасается собственными страданиями, а только жертвой Христа. Только кровь и Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1,7 стих Потому поспешите принять эту баню, омывающую нашу одежду и убеляющую ее. Поспешите к роднику крови Христовой, ибо только там найдете спасение. Нет иных путей, спасающих нас. Все наши собственные потуги ни к чему не приведут. Чем христианство отличается от всех других религий? Всякая религия старается связать человека с Богом. Всякая религия есть путь человека к Богу. Этих путей много. Но есть только один путь – Бога к человеку. Этим путем является Христос. Иоанн Глятьяна, 14 глава, 6 стих Всякая религия многое предпринимает, чтобы привести людей к Богу. Но только одно предпринял Бог, чтобы соединиться с людьми, воплотился сам. Многое имеет всякая религия, но ни одна, кроме христианства, не может указать на спасителя. Все, что предлагают другие религии для спасения – вера, молитва, добрые дела, обряды – это пусть не без Божьей помощи – дела самого человека. Возьмите здесь же за грех смерть. Римлянам, 6 глава, 23 стих Все умирают за свои грехи, даже величайшие пророки. Умерли и основатели нехристианских религий – Будда, Конфуций, Магомед. Как же спастись? Мы все под грехом. Римлянам, 3 глава, 9 стих И значит, спастись невозможно вообще никак, в том числе и никакой верой. На вопрос, как, так кто же может спастись? Иисус ответил, Человекам это невозможно. Матфея, 19 глава, 25-26 стих Но вот Он умирает за нас и освобождает нас. Поэтому только кровь Иисуса Христа и спасает. И даже не вера в Нее, а она сама. Потому Евхалистия, приобщение тела и крови Христовой, есть центр всего. Сначала воплотился Бог, а теперь мы соделывались причастниками божеского естества. 2 Петра, 1 глава, 4 стих Потому с верой и покаянием придите все к источнику бессмертия – крови Христовой. Неверно понимают баптисты и другие сектанты, что церковь будет вознесена до великой скорби. Здесь Иоанн видит тех, кто в великой скорби антихристовой познает Христа. Мученический умрет за него и спасется. Неверно потому, что об этом в Писании нигде нет ни слова. Далее потому, что везде мы видим, что при антихристе церковь еще на земле. В картине В, толковании в 20 главе, будет показано, что будет одно воскресенье из мертвых, а не два. Кроме того, у баптистов возникает еще одна странная мысль, что для спасения этих людей нужен будет не обычный евангельский путь спасения, а нужна обязательно мученическая кончина, кровь. Этой мысли в Писании нигде нет. Она противоречит ему. В апокалипсисе подчеркивается не мученичество, а то, что омылись и убелились кровью ангца. Откровение 7 глава 15 стих. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Толкование. За это они пребывают ныне перед престолом Бога. Только за это. А не за иное они спасены. Иные полагают, что спасением можно чем-то заработать. Количеством добрых дел, поклонов, заказных обедней, милостыней, а возможно и своим мученичеством. Это непонимание того, что мы сами ничем не можем спастись. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилистывления в крови его. Римлянам 3 глава 23 по 25 стих. «А все, что мы, как верующие, делаем, не само по себе нас спасает, а является средством для оправдания нас кровью Христовой. Оправдывает и спасает только сам Христос, своей благодатью». Существует протестантское ложное понимание, которое в свое время активно начал проповедовать вождь реформации Мартин Лютер, что спасение обретается не добрыми делами, но исключительно только верой во Христа. Этого Писания нигде не говорит. Сказано, что спасает только Христос по своей благодати, а не только веру в Него. Нам же для принятия дара спасения от Христа необходимы и вера, и таинство, и добрые дела. Через это мы спасаемся Христом. И вот эти искупленные, читаем мы, пребывают ныне перед престолом Бога. Что же может быть выше этого? Не один раз сподобляются они быть у престола Божия, но пребывают у Него постоянно. Неотлучно пребывают перед Богом. Так, ходившие перед Богом, Бытие 5 глава 22 стих, на земле пребывают перед Ним и на небе. И служат Ему день и ночь в храме Его. Вот достойно занятий небесных жителей, непрерывное служение Богу. Какая неизреченная радость в служении Богу еще на земле, каково же будет там? День и ночь вовсе не означают, что там в вечности есть дни и ночи, смена времен. Этими словами показывается только непрерывность пребывания искупленных святых перед престолом Божиим и их служения Богу. Возможно, под ночью, разумеется, здесь и сокровенные, и глубокие тайны, а под нем все ясно и удобно восприимчивое. Здесь мы видим также, как продолжает дорисовываться картина Б, картина небесного храма, и сливаться с картиной А, картина престола и ангца. Если в 6 главе Откровения 9 стих мы видим жертвенник, то теперь видим весь храм и престол, который действительно можно себе представить святом святых. Однако блаженство искупленных в белых одеждах, которые видит Иоанн, еще не есть окончательное. Потому небесный старец, указав на достигнутое этим множеством людей на земле омытие и убелении одежд, на имеющиеся у них ныне пребывание и служение перед престолом Бога, раскрывает и то, что их еще ждет в будущем, когда после последнего суда начнется вечность. Об этом старец говорит уже в будущем времени и сидящий на престоле будет обитать в них. Уже ныне, во время страданий, верующие сподобляются быть обители Божьи, как и Христос говорил, и мы, в скобках, Отец и Сын, придем к Нему и обители у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Так, например, предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, 107 год, непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему он на это делает, святой отвечал, что носит это имя в своем сердце. А кто запечатлен в моем сердце, того я устами исповедую. Когда Игнатий Богоносец был растерзан львами, сердце его оказалось нетронутым. Разрезав сердце мученика, язычники увидели на внутренних сторонах его золотую надпись «Иисус Христос». Но в апокалипсисе спасенным страдальцам обещаться еще больше. Тот, кто сидит на небесном престоле, чей лик даже Писание не описывает, в которого не вмещает ни небо, ни земля, тот обещает вселиться в них. О, таинство неизреченное! И когда это совершится, то... Откровение 7 глава 16 стих. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Толкование. В вечности искупленные не будут алкать, ибо будут питаться от древа жизни. Они не будут жаждать, ибо припадут к источникам воды живой. Они не будут более терпеть бедствия, изображенные здесь палящим солнцем и зноем. Время страданий для них прошло. Они прошли через великую скорбь, и теперь наследовали спасение. Причиной их грядущего блаженного состояния является сам Бог. Откровение 7 глава 17 стих. Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их, и водитель на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Толкование. Ибо Агнец, который среди престола, Христос, восшедший одесной Отца, единосущен с Отцом и с Ним прославляемый, будет пасти их. Не от нападения волков будет тогда пастор ограждать стадо, ибо все враги будут уже истреблены. 1 Коринфянам 15 глава 26 стих. И ввержены в гиену. Не от них будет охранять Агнец Христос своих ангцев, но будет вводить их на живые источники вод. Агнец становится пастырем, но то будут небесные пажити, чистые и плодоносные. Там будут источники воды живой, к которым преподут. Кто ныне будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделаться в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иван Глятиана 4 глава 14 стих. Потому прибегайте чаще ныне к воде живой, дабы утолить ею всякую жажду в жизни вечной. Источники этих вод означают приобщение к божественному разумению и вообще обилие благодати божественного духа. Иван Глятиана 7 глава 37 по 39 стих. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Сейчас время плача. Христос говорил, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5 глава 4 стих. Здесь плачь, там утешение. И даже усопшим праведным предстоят слезы. Еще предстоит страшный суд, когда возрадают все племена земные и явные сделаются дела. Но обещает Бог искупленным, что в вечности после суда Откровение 21 глава 4 стих. Отрет Бог всякую слезу. То будет дивное утешение, прозрачно и чиста слеза покаянная, слеза умиления. Слезы осушит Бог. Откровение 21 глава 1 стих. Моря уже нет. Но останется душа очищенная, чистая и прозрачная, мерцающая в небесном свете, излучающая тепло. Еще можно, да? Можно, Валерий. Глава 8. Откровение 8 глава 1 стих. И когда Он снял седьмую печать, сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса. Толкование. Безмолвие означает не только тишину, а именно прекращение звуков речи. До этого мы видели, что на небе раздавалась неумолкающая песнь хвалы четырех животных и двадцать четырех старцев. Откровение 4 глава, с 9 по 10 стих. Ангелов. 4 глава откровения, 12 стих. И душ спасенных христиан. Откровение 7 глава, 10 стих. Теперь, слышим, Ян, прекратилось это пение, и на небе водворилось безмолвие. Что это означает? Число семи печатей соответствует полному кругу времен. И вот он окончен. Прошла неделя. Начинается субботство. После времени трудов и страданий на земле водворятся вечные упокоения святых. И время 4 глава, 9 стих. Это безмолвие, как пишет Андрей Кисарийский, знаменует та же ангельское благочиние, благоговение и невидение ими времени второго пришествия. Это молчание святых на небе есть такое выражение страха и содрогания, которое испытали небожители перед начинающимися страшными казнями. Это затаенное дыхание, свидетельство чрезвычайного напряженного ожидания. Господь во святом храме своем домолчит вся земля пред лицем его. Книга Аввакума, 2 глава, 20 стих. Этим особенно показывается великое значение седьмой печати. После вскрытия седьмой печати молчание. Теперь больше уже ничего не совершится. История мира дошла до своей цели. Водворяется это безмолвие как бы на полчаса. Кабба означает, что речь идет не о конкретном промежутке времени и не надо отыскивать в истории соответствующий период. Как проходит полчаса, так кратковременно будут после снятия седьмой печати страдания перед наступлением Царства Христова. Кончился седьмиричный круг времен и через полчаса, в которой совершается наказание Божие, начинается вечность. В которой совершается наказание Божие, начинается вечность. Это и указание на кратковременность самого этого видения, самому святому Яну. Это краткое время безмолвия небожителей занято созерцанием таинственного видения. Откровение 8 глава 2 стих «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп». Толкование «Под этим семью ангелами можно разуметь определенных высших семь ангелов, предстоящих пред Богом и несущих особое служение». Так мы читаем и о особых семи святых ангелах, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Книга Тавита 12 глава 15 стих «Возможно, что это те семь архангелов, о которых писали святые отцы». Смотрите Откровение 3 глава 1 стих «Служение этих семи ангелов означено тем, что дано им семь труб. Трубы употреблялись в древности и для сигнала к сражению». Книга Иисуса Навина 6 глава 4 стих «И как звуки торжества и победы» Псалом 46 6 стих 80 4 стих 1 параллель 15 глава 24 стих «В нашем случае через эти семь труб семи ангелов возвещается суд Божий над грешным миром, а не как сигнал к последующим явлениям. Как бы говорит Господь «Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой» Книга Пророка Осии 8 глава 1 стих «Предупреждал Христос, что пошлет ангелов своих с трубой громогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их» Матфея 24 глава 31 стих Писал апостол Павел «Что сам Господь при возвещении при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба» 1 Фессимон 4 глава 16 стих Так здесь после семерки печатей начинается семерка труб Как семь печатей делились на четыре всадника и три так и здесь подобны казни первых четырех труб и последних трех три горя Неверное толкование что семь печати семь труб и семь чаш это три периода великой скорби которые будут после семи периодов истории семь посланий Уже было показано что неверное понимание семи посланий как семи периодов истории И дальше речь не о периодах Это видно хотя бы из-за рассмотрения снятия семи печатей апостольской опропой голод гонения которые были даже вообще не во время великой скорби а значит семь печати никак не есть один из периодов великой скорби Откровение 8 глава 3 стих И пришел иной ангел и стал перед жертвенником держа золотую кадильницу и дано было ему множество фимиама чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник который перед престолом толкование кроме семи ангелов семью трубами Иоанн видит теперь еще иного ангела который пришел и стал перед жертвенником Иоанну все является в вещественном виде жертвенник кадильница престол насколько все это буквально соответствует невидимым небесным реальностям и насколько это их образы нам сейчас трудно различить мы только знаем что все виденное апостолам соответствует тому что есть там жертвенник который видит здесь Иоанн явно совпадает с тем под которым он ранее видел души убиенных откровение 6 глава 9 стих по сравнению с устройством ветхозаветной скинии которую Моисей построил по образу показанному на горе исход 26 глава 30 стих жертвенник перед которым сначала стал ангел соответствует жертвеннику всесожжения исход 38 глава с 1 по 2 стих обложенную медью и ставлявшим во дворе скинии на этом жертвеннике приносились жертвы за грехи с этого жертвенника подобно тому как ветхозаветные священники левит 16 глава 12 стих брали горячие уголи для своих кадильниц с которыми они входили во святилище для кождения луки 1 глава 9 стих ангел должен был взять горячих уголев для своей золотой кадильницы золотая кадильница сосуд для сжигания ладана на горячих углях фимиам дым благовонное курение от сжигания ладана на углях в соответствии с ветхозаветными священодействиями и действиями ангела под золотым жертвенником который перед престолом можно разуметь золотой жертвенник курения который стоял во святом скине пред входом святая святых исход 40 глава 5 26 стих как и в скине жертвенник курения святом отличался от жертвенника всесожжения во дворе эпитетом золотой так здесь через этот эпитет различаются эти два жертвенника и не надо думать что здесь речь идет только об одном жертвеннике толковать видите здесь или добавлять комментировать нечего настолько подробно это говорится еще раз говорю что знаю практически все толкования ничего лучшего просто я не знаю и думаю что лучше просто невозможно составить поэтому я взял и включил это вот трехтомник у нас полное толкование нового завета с апокалипсисом ну и наше сокровище сразу сказать это наш сайт во свете библии православный библейский сайт самое ценное во всем что есть даже не то что здесь вот 50 книг насчитаны примерно библия златоуст это аудио и все но 4124 ответа они разбиты на 55 папок вот проповедь благовестия работа разбор рождение русский язык рпц священство крещение интернет жития вот жития некоторые не знают вот я ткнул в него жития сразу разворачивается где про это говорится в моих 38 книгах 38 изданных мною вот какие жития наиболее нравятся вам которые схожи с тем что вы делаете что проповедуете то есть два вопроса наиболее нравятся и которые схожи с тем что вы делаете что проповедуете 1801 вопрос 7 том вот я только ткнул сейчас этот вопрос уже выйдет с ответом вот оно пожалуйста предисловие к житиям считателям предлагаются ответы на вопросы по житиям святых совершенно очевидно что в житиях святых мы можем найти много образцов для подражания но и много то чему подражать ни в коем случае нельзя далеко не всякий способен самостоятельно отделить доброе от злого поэтому имеет смысл делать серьезный вдумчивый разбор в соответствии со священным писанием того чему можно подражать а что является немощью человеческой или заблуждением или грехом в жизни того или иного подвижника веры православленного церкви и по словам святого Климента Александрийского люди склонные к поиску наиболее совершенного никогда не признают что-либо истинным прежде чем найдут подтверждение тому в писании естественно что взявший на себя это великое дело человек должен хорошо знать священное писание житья святых иметь большую веру любовь к ближнему к Богу а также обладать честным смиренным сильным умом чтобы четко логически ясно показать истинное заблуждение такой человек должен стараться исполнить свои жизни слова апостола Павла вникая в себя и в учение занимайся им постоянно ибо так поступай тебя спасешь из-за тебя и вот дальше идет ответ вот сколько жирным курсивом это священное писание ну видно по сторонам дальше Федор Студит 11 ноября дальше кавычки открытые оттуда взято это 1173 жития и там об этом говорится у Федора Студита только две строчки их надо оттуда вытащить Минадора 10 сентября вот пять строчек шесть и Устин Философ две с полной строчки но именно в его биографии хотя она вся 10 страниц Киприан-Карпагенский незаменимых нет это мое стихотворение уже прочту незаменимых нет как всюду говорят подчеркиваю важность индивида но отошел боец и рухнул целый ряд нет миротворца и кипят обиды хотя один не воин среди поля но умер вождь и вдовы и все жены харизма есть особенная доля уметь лечить смертельно прокаженных как нам надо их хранить ценить благоговеть когда они живые среди нас они летят увы бойцов недолг век высок ли Павел был а может коренаст да не смогли спасти самцона уберечь от пули Пушкина закрыть бы чем попало остановить над Павлом уже сверкнувший меч за Достоевска пойти в его опалу при жизни оценить чудесный бриллиант заложенный в прощу в библейскую оправу вопросы за вопросами мог поднимать Атлант кривое левое все выпрямляя вправо жезл Моисея память погибшим сфараонам кадильниц обожженных кощунники коснуться но умер вождь в горах несметные уроны не раз врагу победа пред идолом согнутся цените златовуста здоровьем ослабевший он потрясает капитрой трона самодержцев мы без него на поле увы загнемся пешкой так хорохорившийся перед тенью дерзко не каждому дано быть лидером в атаках и в мирных хижинах по правде спор решать от страха могут многие тесниться над клаакой и бестолыщу бесперешить мельтешить мешать незаменимых нет о том творца попросим замену нам прислать и наградить достойно на новые посевы падут дожди и росы доживет овца и разродится тройней 2 9 3 вот это один только ответ один поэтому я с уверенностью говорю сегодня таких ответов нигде нет для этого нужно любить абсолютно слово божие абсолютно знать священное писание жития святых каноны церкви и патристику то есть то что написали святые отцы и притом на свой конец не гнуть а именно так у меня конструктивная программа я признаю ошибку моя и нашей церкви отсюда исход сразу же идем к исправлению вот что у нас самое ценное кроме того вот когда ну кто зайдет на сайт вот тут сейчас показываю то внизу написано православный форум Игнатия Лапкина то его только щелкни один раз и ты уже сразу на форуме вот наш форум 1440 тем тем ценнейший это mail.ru у меня Игнатий Лапкин заведите более 1000 роликов вот кроме того у нас открытый православный видеоканал открытым окном напишите youtube во свете Библии Игнатий Лапкин зарядите они везде это центральное слово вот еще у нас живой журнал но он так замерз на одном месте поэтому лучше mail.ru особенно год назад системы не знаю ну вот у нас скайп есть вот видно вверху можно переговорить все пока отошел сегодня у нас 21 октября 2013 года понедельник пожалуйста слава Христу вот Сергей Игнатов пишет извините за ошибки а далее говорит что не будь мне 50 лет я бы к вам приехал ребята вот не раз говорят я вас православные отцы братья и сестры люблю да хранит всех господь и дай всем долголетия и крепкого сибирского здоровья вы скрашиваете нашу духовную жизнь православную жизнь жалко что мне за 50 лет а то приехал бы к вам навсегда жить значит это чего-то стоит чтобы вот так по нашим видео по фотографиям люди на такие слова решались сказать Николай Таран пишет вот и это все успели с весны до осени этого года ну вы прямо апостол уважаемый Игнатий Тихонович это за ночь сегодня пришло вот Михаил какой-то радуга пишет я обрадован восхищен вашим детским лагерем Игнатий храни вас господи а Валентина пивень пишет не собака а прям какой-то мудрец про собаку смотрит но значит понравилось я вот еще о чем говорю дальше пишет про собаку супер супер это не все чудный благословенный пес многие летают ему чтоб собаки многие летают пели то я еще и не встречал фотографию покажите фотографию покажите фотография ну вот фотография это вот она это все вот он сидит официальная грамота ему дается вот это все о нашем урагане вот он сидит на столе я ему тут коврик дарю германский вот он это люди сидят смеются очень довольны он видишь как сидит на задних лапах и еще и лапки подает просто молодчина хорошая собака это только только по фотографиям такие отзывы поэтому если кто-то где-то недоволен я знаю причина как правило бывает такая человек ничего не может делать у него нет ничего нет и он только по чужим домам ходит заглядывает в окошки я никого не обсуждаю даже и в мыслях нету зачем мне некогда у нас распланирован день распланирован а ночью мы знаем чем заниматься конкретно да я говорю про интернет заниматься не во дворе не на поле а здесь непрерывно чем-то недовольные все подходит обзываются всякое ну и только делов я знаю ему отведена такая роль в доме Божьем бывают сосуды в низком большом высоком употреблении обижаться ни на кого нельзя обида не христианское дело главное нам нужно любить Господа и прощать всем и всех звать спасением во Христе вот так вот вчера видите у нас ролики сами рождаются как вот у меня переписка с мусульманкой уже пять листов и вчера она опять звонит это Самира Тагиева из Азербайджана ну Азербайджан знаете где находится вот это фотографии которые там были мы нынче были у них Азербайджан вот немножко даже показать как она зашла и мы это попутно сняли но это реклама не нужна идет не знаешь куда ее деть молиться ну сейчас 10 вечера а у вас рада ваш голос слышать я очень рада как хорошо что эта связь существует Господи слава Богу а у вас рисунок то какой появился я не знаю вот сейчас я сейчас покрою сейчас я голову закрою вот посмотри какая восхитительная душа у нее вот она побежала что-то там делать ну уже скоро минута пройдет вот сейчас вы сейчас дома да да дома дома сейчас вот посмотрите она мусульманка вот вот сейчас появится я вижу сейчас вот направьте вот теперь видать видите меня да вижу вижу как вы отец Игнатий да слава Господу сегодня у нас было полное годовое собрание я сейчас ужал программу и к утру у меня будет на моем форуме и в mail.ru так что посмотришь побудешь на нашем собрании вы знаете отец Игнатий только что я слушала лекцию там говорит один тоже верующий человек он говорит что если вам повезло вы общаетесь вы меня слышите отец Игнатий хорошо слышите слава Богу за все слава Богу он говорит что если вам повезло вы общаетесь со святым человеком то у вас по жизни будут удачи одно то что вы его голос слышите это вам помогает я так сразу про вас вспомнила У меня же сейчас в жизни такого человека нет, чтобы я назвалась святым, да? Я сразу, сразу думаю, слава тебе, Господи, дай Бог ему, чтобы он много-много долго жил, чтобы вот мне так везло. Хорошие у нас воспоминания у всех остались, что у вас побыли. А, отец Игнатий, вы показали там вот нашим, то есть вашим, да, вот те, кто там, девочки, женщины все? Конечно. А че они говорили? Все удивляются, радуются. Да, они, они это не ожидали, да, наверное, что я такая, они, наверное, думают, что я какая-то такая, совсем такая красивая, все, а то увидели такое не очень. Никак, никто даже, я думаю, что никто даже не подумал, наоборот, когда мы сейчас были, ой, говорят, как она восхищается и прочее, вы восхищенные такие, это сразу все заметили, что с вами легко общаются, у нас люди распределительные. Да, конечно. А там то, что у нас расхождение, отец Игнатий, это мы же не виноваты, у нас просто книга там так написана, поэтому как-то. Кстати, я потом порыскалась тоже, да, я около вас не могла, посмотрела все поподробнее. На самом деле я нашла вот эти противоречия, то, что вот с Библией, да, это уже никуда не деться, уже Бог нам судья, как говорится. Ну, там небольшие такие противоречия, но все-таки я потом сестре рассказала, отец Игнатий, вы меня слышите? Хорошо. Я потом сестре рассказала, она посмотрела даже, не то, чтобы так рассказала, она видела, да, ролик, то, что вы поставили туда на YouTube. Она мне говорит, Самира, говорит, ну как, говорит, ты, говорит, могла такую вещь сказать? Она крещеная тоже христианка, сестра моя. Что она сказала-то? Она мне говорит, ну, говорит, как, говорит, ты, говорит, могла, говорит, такую вещь сказать, что, говорит, Иисус, говорит, не умер на кресте, говорит. Сейчас, говорит, они будут думать, что, говорит, все в Азербайде они так думают, как ты. Я говорю, нет, ну почему они так будут думать? Они же знают, что это не так, да? Нет, он умер и воскрес. Это однозначно. Он умер и воскрес. Господь, Бог есть любовь. И Он любовь к нам явил в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Я не проповедую и не опровергаю никого. Моя задача людям дать радость во Христе. Он умер за нас. Грехи мои прощены, Его кровью омыты. В этом есть смысл. А нравственные законы, это уже в Ахарлан-Алнер, у других мы можем найти. А то у меня кошки тут перед глазами бегают. Отец Игнатий, вот смотрите, родной, да? Я просто, у вас есть время, вы можете со мной говорить, я вас не отправляю. Вы мне скажете, когда вы должны будете идти, чтобы я не заделываюсь. Отец Игнатий, вот просто, да, мы всегда с вами размышляем. Я не собираюсь, вот как бы, да, там, что-то, у меня намерения, не дай бог, неплохие. Просто вот смотрите, я когда читаю, после вас я почитала опять и подумала, вот давай я посмотрю на арабский. Я же арабский знаю, да? И я посмотрю, как там. В общем, в оригинале я посмотрела, на самом деле, вот там так. Так, а всё-таки, всё-таки, вот у вас не бывает вот какое-то сомнение, что, а я же оригинал не видел, а вот мне посмотреть вот там. Но я не хочу в вас вот это как бы сомнение вливать. Нет, это ваша вера, вы меня правильно поймите, абсолютно. Я уважаю вашу веру, очень люблю вас за это. Но всё-таки не было никогда, вот, что вот я оригинал не читала. Это сразу считается от лукавого, то есть от дьявола. Во-первых, это доказательство двух тысяч лет. Далее, живые свидетели, это ученики Христовы. Далее, они творили чудеса, прошли по всему миру. Христианство вышло не на борьбу с людьми, а за людей. Вот сейчас, допустим, мы встречаемся с кем бы то ни было. Ну, это, конечно, большая разница. Убивай врагов, другое дело, люби врага. Ну, любую, откройте сура пятая. Вот так, ну, я лишь сутки знаю, какие. Это понятно. У них на войну. Я на своём форуме выставил, вчера беседовал имам. Я понял, имам он или кто-то, в татаре. Татар. Он сидит, беседует с отом Дмитрием Смирновым. Вот, всё пока, давай, это у нас уже за час захлестнуло. Видите как, это Господь даёт всё. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...